Продолжение следует... Про мои ресницы. И это вот то, что я вам показывала. Ревитолаж. Это просто лучше. Это без рекламы, я клянусь. Лучше, что случилось с моими ресницами. Вот эта такая тушь с праймером. Она, видите, двусторонняя. Внизу тушь, сверху праймер. Я последние дни... Я как бы не делала макияж. У меня все лицо, видите, без макияжа. Я только подкрашиваю ресницы вот этим вот синеньким праймером. И я в восторге. Собственно, реснички выглядят вот так. Это без туши, это только праймер. За отношения нужно обязательно бороться. Но если есть желание, с двух сторон. Я хочу сегодня поддержать Софию Стужук. София, ты сильная. Но сильная не для того, чтобы терпеть. Семья — это велосипед. На одном колесе он далеко не уедет. Мы очень часто путаем истинное счастье просто с привычкой. Человек, здравствуй. Ты такой колесый тут лизыс. Мы увидите, какой у нас тут... Мы тут с Дэвидом клеим наклейки. Да, Дэвидка? Вкусный банан. А кто-то тут с нами лизыт, вовсю луки кусает. Луки кусает. На Голд Кавер прислали нам икры. Вот такую вот черную, красную икру. Икру щуки. И любимого Лолкиного краба. Вот самая крутая, самая качественная икру в Киеве, правда. Я больше не пробовала такую крутую. Эй, кто такая красная? Кто такая девочка красная? Кто такая у меня замечательная малышка? Ты моя малышечка. Это мой лук на сегодня. Сейчас еду делать себе плазмолифтинг кожи головы. Снова для роста волос. Это ужасная боль, но надо. Короче, я не знаю почему, но мне просто плазмолифтинг кожи головы дается очень-очень больно. Это прям очень больно. Я реально кричу просто. И мне моя косметолог говорит, что я единственная, кто так кричит на плазмолифтинге. Заехали в Гудвайн скупиться. Тут есть все, что я заказываю. Все, как Найхерб. Все, что нам нужно. Входим в маски. А я в руках. Лол, а давай мне мячик, может я подержу. Нет, тебе надо и с мячиком, и с крошиком ехать? Да. Понятно. Приехала моя Ирочка. У меня сегодня день стресса. Просто я сейчас пережила один. Это было очень больно. Теперь будет Ирин антицеллюлитный массаж. Вот такие вот дела у меня. Делаю салат деткам. Половинку авокадо я перемяла с маслом авокадо и с моей любимой приправой фурикаты. Вот такое вот, моя самая-самая любимая. Добавлю еще кубиками нарезанные вот два огурчика, еще авокадо и краба. Столько сейчас сообщений читаю себя в директе относительно нашей ситуации. Очень многие пишут, что надо во что бы то ни стало сохранить семью. Но, девчонки, знаете, я уже сказала, что... Ну, я считаю, что максимально все, что могла для этих отношений я сделала. И иногда нужно просто уходить. И вот второй момент, который мне пишут, что очень хотят уйти, но финансово зависят и не могут. И я вам как-то уже рассказывала своей знакомой Маше Деригине. Вот она как-то ушла от мужчины с одним ребенком на съемной квартире без работы. И она просто искала деньги каждый месяц на взнос. Прорвалась за любую подработку. Никому такого не пожелаю, тем более с ребенком на руках. Но вот кто знает, если бы она тогда не ушла, смогла бы она развить свой собственный бизнес. Купить себе 10 квартир каждую зиму, отдыхать в какой-то новой стране. Родить еще трех детей, найти любимого мужчину. И, кстати, недавно она родила своего четвертого ребеночка в Майами. Девчонки, просто почитайте Машу. Она вам расскажет о том, как быть финансово независимой, финансово грамотной. Вне зависимости от того, есть у вас мужчина или нет. Это очень-очень важно. Сейчас, кстати, она застряла в Майами, не может вернуться в Киев обратно из-за карантина. В нем исчезают все надежды и мечты, но ты засыпаешь, и она к тебе слетает. Смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Смахнет твои слезы, и она к тебе слезы, и она к тебе слезы. Твой палец? Где твой палец? Вот этот? А ты не дашь Ляле свой палец? Хочешь палец? Ляля, ляля, хочешь палец? Ляля, хочешь палец? Ляля не хочет палец, зайка. Сегодня я хотела поговорить о принятии ответственности за свою жизнь. Люди этого очень боятся, и особенно, ну, про мужчин сегодня не говорим, говорим сегодня про женщину. Мужчины бывают разные ситуации. Про женщин это очень интересный момент. Недолюбленные девочки, недолюбленные девочки...